С таким видом я еще никогда не начинал обзоры, я сейчас нахожусь в Дербенте, в Дагестане, на берегу Каспийского моря и стою я на крыле экраноплана, который был разработан в Советском Союзе инженером Алексеевым в Нижнем Новгороде и это просто нереально здоровая вещь, это не самолет и это не корабль, это что-то среднее весит он 250 тонн, огромный размах крыльев, в принципе вся махина очень большая и при всем при этом он развивал скорость 500 километров в час а парил, на самом деле он прям парил над водой на расстоянии от 8 до 16 метров но сегодня я пришел не снимать обзор экраноплана, хотя он тоже очень интересен сегодня будет обзор новых часов ракета в безеле, вставке, в которой использован металл из этого экраноплана поэтому добро пожаловать на канал Watch Stories, с вами я Михаил, приготовьте чашечку кофе и приятного просмотра, а я захожу внутрь, беру часы и начинаем обзор instantaneous тяжелая Ну и посчастливилось, конечно, взять интервью у Дэвида, представителя бренда. Расскажи, пожалуйста, как появилась идея взять корпус из именно экраноплана? Ну, ракета всегда рассказывает про достижения советского русского народа, а этот экраноплан это просто удивительное достижение инженерного с точки зрения советского народа. Это не самолет, это не лодка, это самолет-амфибия, на самом деле это корабль. Это корабль, и этот корабль ни на что не похож. Если его смотреть, он очень странный, он очень такой, он уникальный, и, конечно, давно очень хотелось в связи с ним что-то сделать, и мы официально получили кусочек крыла, на котором мы сейчас стоим, из него мы сделали без этих часов, и специально для этих часов мы разработали абсолютно новый корпус, который мне дико нравится. А целиком корпус не получилось? Нет, потому что мы столько не дали, мы взяли небольшой кусочек, который нам хватит на несколько сотни часов. А из какой части, кстати? Этого крыла, задняя часть этого крыла. Это вот эти вот фюзелёж, по-моему, называются. Да, который поднимается, и опускается. Ребят в комментариях напишут про закрылок, вот нам подсказывают закрылок. Вот, и через часы бомбически получается абсолютно новый корпус, и самое главное, это мы очень гордимся тем, что мы участвуем в сохранении славной памяти этого экраноплана, который имеет поклонников по всему миру, то есть очень много людей по всему миру знают про этот экраноплан. Сейчас он на пляже, скоро он будет часть комплексного музея, 200 метров отсюда, и мы про него расскажем по всему миру. В коробке будет брошюра, которая расскажет всю историю этого экраноплана, в чём он удивительный, в чём он уникальный. Второго такого нету по всему миру. К сожалению... Чисто не будет много туристов в ближайшее время. Да, 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 да. Ну вот, и я очень рад, что ты смог прийти, посмотреть на всё это, потому что фотография-то одно, но вживую. Я когда на фотографии смотрел, я не ожидал, что будут вот настолько такие масштабы, и вот ты правильно сказал, конструкция, она совсем необычная. То есть ты не понимаешь, что вообще перед тобой стоит, вроде бы это и самолёт, вроде бы это и корабль, и как оно всё движется и разгоняется до 500 км в час. Это какой-то, это какой-то, когда ты здесь его вживую видишь, это похоже на какой-то гигантский монстр. Так, ну у меня какой-то супер выпуск намечается просто. Сейчас у меня ещё на крыле в гостях Никита, главный метролог завода «Ракета». Добрый день. Привет. Спасибо, что согласился сняться. Два дня тебя уговаривал. Так, расскажи, пожалуйста, как вообще удалось договориться, чтобы достать кусок металла с акроноплана? Ну, это было очень сложно. На самом деле сложнее было решиться на это, потому что это был март прошлого года, с 22-го. И, соответственно, боже мой, это был этот год. Видите, как время-то течёт уже, уже путается. Значит, это был март, и мы сидели, обсуждали, что бы можно было сделать, какой новый проект. И, в общем-то, набрасывали идеи. Тогда появились некоторые новые самолётные, морские проекты, ракеты, которые вы ещё увидите. И, в общем-то, я предложил сделать из акроноплана «Лунь», попытаться сделать. Вот. Собственно, коллеги поддержали, и уже буквально в течение пары дней мы сделали, там, начали звонить, искать, как бы, контакты, выходы. Вообще, как сюда можно просто приехать, посмотреть. И, скажем так, мы нашли через коллег, соответственно, тех, кто здесь нам согласился помочь. И, в принципе, наверное, меньше, чем за две недели всё было решено, что мы это делаем. Дальше мы начали готовиться, собственно, согласовывать различные этапы. И, в принципе, к маю уже всё было решено, что будут часы из Луня, уже, собственно... Это решено с вашей стороны или уже совместно согласование? Согласовали. То есть мы согласовали всё очень быстро и подписали необходимые бумаги. Дальше как бы началась разработка концепции. Но, в принципе, то, что часы из Луня будут, это было уже решено до мая этого года. Для этой модели разработали абсолютно новый корпус для ракеты. Он очень классно получился, очень красивый, очень солидный. И мы пришли сюда и пытались вдохновиться чем-то из дизайновских решений от советских времён, чтобы их использовать в наших часах. Угу. А что взяли из дизайна? Ну, вот контрольная панель. Нам очень понравился вот этот циферблат. И мы использовали тот же самый шрифт. Здесь компас. На наших часах тоже компас. Ну, это циферблат как на вот этой вот шрифт. Я подсниму обязательно. Ну, конечно. Засечки те же самые, шрифт тот же самый, компас, буквы С, которые в красном треугольнике мы использовали. Потому что это часы на 2-4 часа. И любые часы на 2-4 часа можно использовать как солярный компас. Вот. Поэтому на куске металли мы гравировали север, юг, восток, запад. Поэтому очень много вдохновились этим циферблатом, который стоит прямо здесь. Подожди. То есть это не пайлот-вотч, это не часы моряка. Это что-то... Это что-то уникальное, как и сам этот сам корабль. Это первые часы в мире, мне кажется, пилотовские часы для корабля. И, собственно говоря, командир — это морская тема. Это командир подводной лодки. Здесь мы говорим, командир корабля, летающего амфибия, самолёта, что-то... Короче, это очень странно. Какой-то гибрид. Это то, что мне нравится в экраноплане. Это очень странная штука. Ни на что не похожа. Но ты сам увидел. Это какой-то монстр. Похоже на монстр абсолютно уникальный. Ну да, у него необычные формы, необычная конструкция. И габариты колоссальные. То есть я раньше видел фотографии, но когда ты вживую это видишь, это просто впечатляет, насколько это огромная штука, которая поднималась над водой и летала над водой. Расскажи, пожалуйста, про экраноплан. Ты больше меня знаешь, и, наверное, больше, чем написано в интернете. Вот конкретно вот этот. И чем он отличается от космического монстра? Намного тот больше был. Ну, волей судеб. Я являюсь доцентом Московского авиационного института. Читаю лекции по ведению специальности студентам. Но когда я сам был студентом, на лекциях мои профессора нам говорили, что есть самолеты, бомбардировщики, истребители, военно-транспортная авиация, гражданская. А есть еще и экранопланы. Но вы с ними не встретитесь, потому что их больше нет. И, соответственно, когда мы стоим здесь на крыле экраноплана «Лунь», ну, в общем-то, легенды становятся реальностью. То есть их больше не производят, получается? Таких больших нет. Сейчас, конечно, экранопланы производятся. Они маленькие, небольшие, восьмиместные. В Нижнем Новгороде есть, собственно... Вообще экранопланы пришли к нам из Нижнего Новгорода, из ЦКБ Алексеева, кто их и придумал. Но сейчас ЦКБ Алексеева занимается гражданскими судами река, речными. То есть это метеоры, кометы. А экранопланами занимаются другие, скажем так, производители. Но пока, в общем-то, это скорее частные инициативы и небольшие самолеты. Экранопланы не самолеты, это корабль на самом деле. Небольшие изделия, которые пока все еще проходят испытания и повсеместно так не вошли. Слушай, а где вот его испытывали вообще, в принципе? То есть он разгоняется, насколько я знаю, 500 километров в час, весит 250 тонн. То есть его же нужно разогнать, для этого нужно пространство, то есть освобождали как-то сюда? Ну, собственно, когда его произвели в Нижнем Новгороде, его сюда отбуксировали. И испытывали на Каспии. Почему на Каспии? Потому что здесь нет волны, а экранопланы, они излетают на основе экранного эффекта. То есть они создают, скажем так, такую подушку относительно... Воздушные подушки. Воздушные подушки, да. И насчет эффекте экрана идут над поверхностью, собственно, воды. И испытывали его здесь, суда не разгоняли. Просто был, ну, как всегда на испытаниях, закрывается определенный район судоходства. И на нем происходят, собственно, такие испытания. Так вот, первый экраноплан КМ, корабль-макет, который всему миру больше известен как Каспийский монстр, испытывался на Каспии. Но впоследствии он потерпел, скажем так, крушение и затонул. Где-то там лежит. Ну вот, нет, есть точка, где он лежит. Собственно, туда можно... Ну, скажем, на картах эта точка находится. Туда на корабле дойти или на катере можно, но в целом его не видно. Он достаточно глубоко. А мы стоим на крыле, по сути говоря, сына Каспийского монстра. То есть, экраноплан Лунь, он же производная. То есть, как бы... Он меньше. Он меньше. Ну, сложно сравнивать габариты, они все были разные. Но, если первый, это был корабль-макет-отработка вот этих технологий, то после него уже появился Орленок, который был серийным экранопланом, стоял на вооружении в военно-морском флоте Советского Союза и использовался. В соответственном Лунь это уже была следующая итерация, следующее изделие, которое было сделано, скажем так, тоже как экспериментально. Есть, скажем так, Лунь, это ракетоносец. Собственно, как вы видите, у нас здесь есть специальные контейнеры для ракет. А есть Лунь-спасатель. То есть, это экраноплан-спасатель более известный. Такая же концепция, только без ракет. И, соответственно, для того, чтобы спасать экипажи подводных лодок, экипажи и пассажиров судов, которые терпят бедствия. Да, но если Лунь летал, испытывался, проходил испытания здесь на Каспии, то экраноплан-спасатель остался на стапелях на заводе в Нижнем Новгороде. И сейчас там же находится, мы ездили в Нижний Новгород, смотрели, соответственно, он законсервирован и, в принципе, как бы, он очень похож, но он другой, у него даже другая энергетика. Я хочу, чтобы мы вместе пошли в кабину, которая находится в самом хвосте. В самом хвосте, да, в которой сложнее всего залазить. И эти часы, получается, это часы пилоты, но не для самолета. Это единственные часы будут в мире для пилотов, но для корабля. Для морских пилотов. Для морских пилотов, да. Ну, еще раз, это что-то уникальное. А какое количество экземпляров будет? Мы надеемся, что у нас достаточно металла на 600 штук. Если не получается, то 500 штук. Кстати, выпуск записываем мы в ноябре, а презентация будет в феврале, поэтому точная цифра будет уже на экране. Наш завод сейчас обрабатывает этот металл, и мы надеемся, что хватит на 600. Вот, а сейчас мы находимся в кабине, и после интервью мы можем вместе улететь куда-то. Улететь, да? Да, да, да. Нам-то топливо загрузят, да? Слушай, еще хотел тебя спросить по поводу люма. Я уже подснял, на самом деле, вчера часы, и ходил по экраноплану. Здесь, конечно, внутри темно. Иллюминесцентная подсветка светит очень хорошо. Это ваша разработка или... В нашей философии мы хотим все самое хорошее. Когда мы самое хорошее не находим в России, мы не стесняемся это брать за границей. Самый хороший люм – это Суис Суперлуминовый. Поэтому здесь конкретно мы купили Суис Суперлуминовый, его используем на циферблате. И действительно он светит просто бомбически. А еще я обратил внимание, что стрелки здесь наполовину черные, наполовину серые. Так же, как и экраноплан, у него низ, он темный, а верх такой светло-серый. Да, да, абсолютно верно. Круто. И два нуля. И два нуля. Это такое дизайнерское решение. Ну, часы на 24 часа, чтобы гармонии было. Чтобы не были иногда ноль. А, точно. Здесь же получается наполовину. И получается, что ты здесь доходишь до 12 от нуля. И от 12 доходишь до нуля. Да. То есть здесь 0,6 и здесь 18. Здесь две цифры. Если просто 6 и одна цифра, чтобы было более гармонично, мы решили повсюду поставить две цифры. И поэтому два нуля. И мы тоже, еще раз хочу сказать, что мы очень гордимся тем, что мы участвуем в просвещении памяти экраноплана. Многие про него знают, но многие про него забыли. И мы будем очень много про него рассказывать. По всему миру при том. Эти часы будут продаваться не только в России, но еще в 60 разных странах мира. И сейчас экраноплан на пляже. Скоро он будет на педестале. В этом же месте. В этом же месте, 200 метров отсюда. Это будет настоящий музей. И мы участвуем в просвещении памяти этого экраноплана. И потому что он реально, ну, он заслуживает, чтобы про него знали. Очень многие, чтобы люди приезжали на него смотреть. Чисто теоретически, экраноплан может как-то взлететь больше 16 метров? Или это невозможно, не предусмотрено было? Есть, скажем так, в сфере экранопланов, есть экранопланы, есть экранолеты. Так вот, экранолеты могли отрываться от поверхности и дальше лететь по самолету. Непосредственно, экраноплан, он летит на экранном эффекте. И он может оторваться выше, то есть перескочить, сделать, скажем так, такой прыжок. Но все равно он не отрывается от поверхности воды. Ну, то есть, как бы сильно высоко. То есть, он не может улететь, как бы совсем подняться на несколько километров и оттуда вывести свою, как бы, деятельность. Он предназначен исключительно для полетов на высоких скоростях над поверхностью воды. Последняя глава в книге «Экранопланы строения» еще не написана. То есть, это незаконченная история. Мы понимаем, что эти экранопланы, они были экспериментами. Это была отработка технологий. Это было, скажем так, изобретение, открытие, собственно, российских и советских ученых. Но сейчас, как бы, необходимы другие транспортные средства. Поэтому однажды, возможно, мы вернемся к «Экранопланы строению». И те наработки, которые есть, и они уникальны, большинство из них до сих пор закрыто, соответственно, будут применяться. По крайней мере, я знаю, что те люди, кто испытывал Луни, мы с ними общались в Нижнем Новгороде, они с надеждой смотрят в будущее, что однажды «Экранопланы» снова будут летать. Когда-то понадобится. Слушай, вот вопрос. 250 килограмм. 500 километров в час. Ой, тон. Тон. Да, 500 километров в час. Как он управляется вообще? Не в смысле с помощью каких-то рычагов и так далее, а в управлении он как? Это, мне кажется, вообще неуправляемая махина. Ну, Алексеев в своих книгах и мемуарах писал, что, ну и другие, как бы, участники писали, что это сложно, была сложная машина в управлении. И зачастую мы знаем, что Алексеев сам садился за штурвал тех «Экранопланов», которые он выпускал на испытания. Он никому этого не доверял. Он любил это, он это придумал. Можно сказать, что он и был фанатиком отчасти этого дела. Конечно, когда ты что-то создал, ты никому другому не доверишь. Поэтому людей, кто пилотировал «Экранопланы», их мало. То есть их, как бы, можно пересчитать по пальцам двух рук. И они до сих пор живы. Есть те люди, кто испытывал его на Каспии. Есть те, кто испытывал маленькие, собственно, «Экранопланы» на Волге. Ну, в общем-то, они говорят, что это... Что сложно, они не отрицают. Но они говорят, что это очень увлекательно и интересно. По крайней мере, для них это воспоминания, которые живы, они яркие. И они до сих пор, скажем так, с удовольствием бы сели за штурвал «Экранопланы». Никита, спасибо тебе за время. Ребята, если хотите подкаст с Никитой, с ним есть о чем поговорить еще, поверьте. Плюсуйте и позовем его на подкаст. Спасибо. Здесь очень многие эмоции. Здесь просто впечатляют. Настолько он огромный, реально. Я видел фотографии, но когда первый раз его увидел и вошел внутрь, это просто впечатляет. Я первый раз, когда встал на его крыло, я немного так смотрел. Неужели оно вообще, в принципе, могло тронуться с места и двигаться со скоростью 500 км? Я всех призываю сюда приехать. Во-первых, дагестанцы очень гостеприимны. Нас приняли, но ты подтверждаешь просто как... Да, да, да. Я здесь первый раз. И я поразился именно гостеприимству, спокойствию. И призываю всех приехать, смотреться на «Экраноплан». Дэвид, спасибо тебе большое за приглашение. Я очень рад, что ты смог с нами приехать в Дербент, в Дагестан. Я-то как рад. Очень гостеприимный край, на самом деле. Всем дагестанцам огромный привет. Встретили нас радушием, гостеприимством. И действительно очень такой уютный, колоритный, гостеприимный край. Не зря говорят о дагестанской гостеприимности, да. Да, да, да. Еще раз спасибо, Дэвид. Спасибо, Михаил. Пойдем внутрь. Ой, здесь все двигается. Здесь все, да, мы часы возвращаем. И начинаем залетать. Так, Никита, нам топливо загрузили. Все, полетели. Давай, Дэвид. Сейчас что, Дэвид, давай. Давай, Дэвид, давай. Все. Так имейте в виду, приседите на месте пилотов. Микоил. А командир экраноплана сидит вот там, дали. Подожди. То есть это кресло пилотов. Пилотов. Михаил, приседнись. Приседнись сюда. Мулетарь. А командир сидит вот там, где сейчас лебедник снимает. Погоди, давай я тебе на YouTube включу, watch stories. Для полета. И потом подмонтирует. Да, да, да. Вот. Ну все, суперпас. А вы понимаете, что два нуля, которые на циферблате, это если смотреть на экраноплан сноса, то видно два контейнера для ракет, которые у него на горбу. Два нуля, это две ракеты. Ну у нас звук будет, это все в конце ролика будет вставлено. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok